кратенько расскажу что это за лодка это обновленная версия катабайда в отличие от того катабайда которые мы выпускали уже много лет этот катабайт имеет сварной корпус с более устойчивыми к тепловому воздействию швами он имеет сразу три надувные секции не считая днища не две как у стандартного катабайда и он будет способен штатно перемещаться в глиссирующем режиме под моторчиками до пяти лошадиных сил катабайт один то есть длина 360 впоследствии будут сделаны и другие размерности то есть двоечка и троечка здесь еще не установлен интерцептор на днище который обеспечивает правильное перемещение в глиссирующем режиме поэтому мы сейчас будем обкатывать под ямашкой двойкой в водоизмещающем режиме это же не по крафту тут можно уже по-взрослому садиться да и моя вот так катабайт новый только что побывал на воде сейчас придет главный испытатель и будет испытывать уже по полной а а а а а а а Ну что скажешь о лодке? Слушай, да на самом деле, учитывая, что первый раз грибу нераспашными веслами, вполне терпимо. А под мотором? Ну, слушай, под мотором реально хотелось еще вперед сдвинуться. Ну, если цептор-то будет, он же будет. А вот если цептор-то будет, то да, то будет вообще весело. То он и нос прижмет, и линия увеличится, и водоизмещенки, я думаю, он 13-14 попрет под двушкой. Ой, когда в начале ролика я сказал, что мы лодку будем испытывать только под двушечкой и водоизмещающем режиме, я ошибался. Ну, тут я ничего не мог поделать. Вот тут вот форс-мажорное обстоятельство стоит, которое вот его хлебом не кормит, да и чего-нибудь неположенное повесить на что-нибудь маленькое. Не повторяйте это. Это профессионал, он делает это на свой страх и риск. Это 10 лошадиных сил на катабайде единичке. На экспериментальном, неиспытанном. 10 лошадиных сил. 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 Этот катабайт разогнался до скорости 42 километра в час под мотором 10 лошадиных сил вот он говорит 9 и 8 но на самом деле но на самом деле это 10 лошадиных сил по двумя силами все более-менее чина более чем чины обсказал вообще троечка просится на троечке поднимет поднимет на троечке на глис поднимется соточку поднимет на двоечке чуть-чуть и маловато будет самая слабая двоечка но в краем случае 5 сил в краем случае 5 сил ну и конечно надо грузить за 40 километров в час вышли сегодня ну так скромник скромного сайте может подтверждать то что во-первых как бы задатки глиссирования у лодки есть и во-вторых конструкция в принципе имеет достаточную жесткость для того чтобы ее эксплуатировать под моторами вот до 5 лошадиных сил я бы сказал включительно 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 где-то на узкую речечку забраться туда куда обычные не проходит куда-то в протоке почему нет вот опять же я на ней встал значит сидя у меня со спиннингом вопросов не возникнет вообще никаких проблем не нормальный вариант карманного крейсера сказал вот так лодочка очень легкая вот такие испытания с вами был андрей сонар и альпер спб всем пока